Всем привет дорогие друзья! Темой сегодняшнего обзора будет отопление, а именно работа электрического теплого пола в связке с умным домом. Для этого мы будем рассматривать умный термостат от известной компании Moes, который может работать как полностью автономно, с различными временными и температурными режимами, так и управляться со смартфона. У меня Zigbee версия термостата, вы же при покупке можете выбрать как Zigbee, так и Wi-Fi версию. И также при покупке внимательно смотрите на описание товара, так как кроме термостата для теплого пола, есть термостат для бойлера и для котла. Отличие в управляемой нагрузке. В термостате умного пола максимальная нагрузка не более 3,6 кВт. Рассмотрим ручную настройку, работу по расписанию, мобильное приложение, работу в системе умного дома Home Assist, построим автоматизацию, ну и конечно разберем это устройство. Поставляете термостат Moes вот такой вот невзрачной коробки из переработанного картона, о чем нам сообщают на одной из его граней. На другой грани наклейка с указанием модели, цветом и протоколом работы, в моем случае это Zigbee. За доставку особо переживать не стоит. Сама коробка достаточно плотная, а в качестве защиты стеклышка термостата производитель уложил кусок защитной пленки из пена что-то там. Давайте рассмотрим всю комплектацию термостата. Начнем с инструкции. Она выполнена в цвете, все на английском языке с рисунками. При желании, для других языков, русского к сожалению нет, можно отсканировать QR-код и скачать. Но в целом все и так понятно, благодаря подробному описанию и картинкам. Для контроля температуры теплого пола в комплекте находится датчик температуры, который расположен в конце 2,5 метрового кабеля. Сопротивление датчика составляет 10 кОм. Для крепления термостата к подрозетнику в комплекте находятся 2 винта и не забыли оставить отметку. Контроль отдела качества пройдет. Практически 80% всей передней части это ЖК-дисплей нашего термостата. В нижней части расположились 5 сенсорных кнопок для управления режимом работать и температурой. Причем среднюю кнопку включения-выключения никак не обозначили. Кнопки слева направо, режим работы, установка времени дни недели, включение-выключение и стрелочки изменения температуры. Перевернув термостат, мы увидим 6 различных точек подключения. 1,2 это как раз и есть наш теплый пол или другая нагрузка до 16 А, 3,4 это подключение внешнего питания 95-240 В. И тут, ребята, при подключении внимательно относитесь, где у вас фаза, где 0. И 5,6 как раз для подключения внешнего датчика температуры теплого пола. Все грани термостата, кроме нижней, блаткие, без всяких кнопочек и прочее. А вот на нижней грани расположился датчик температуры, который будет выводить текущую информацию температуру в помещении. В стандартный подрозетник термостат входит без особых проблем, никаких переделок не требуется. После подключения питания сразу же появляется центральная кнопка включения и выключения, которая тускла свет с красным цветом. Если виртуально разделить наш дисплей на две части, то в левой части мы видим день недели цифра в кружочке, в левее от этого период работы и в самом низу текущее время. В правой части дисплея под саробразным домиком мы видим текущую температуру помещения. Данные берутся с датчика температура в нижней части термостата, но про это мы поговорим еще дальше. Для отображения именно температуры с датчика теплого пола надо удерживать кнопку вниз более 5 секунд. Так как у нас датчик не подключен, выскочила ошибка. Значок подключения к ZigBee сети появится на правом скате крыши дома. Если из трубы виртуального дома начал идти виртуальный дым, то термостат находится в режиме нагрева. Под домиком текущий режим работы, ручной или режим расписания. Иконка меняется с руки на часики соответственно. Если активирован режим защиты от детей, то в правом верхнем углу появится. Для включения режима блокировки от детей удержим одновременно стрелочки вверх и вниз в течение 5 секунд. Появилась блокировка. Блокировка снята. Ручная настройка режимов работать. Умный термостат по сути это автономное устройство и работать он может не только при наличии интернета и вашего смартфона. Настроить всю работу можно полностью в ручном режиме. Поддержатся два вида работы. Ручной и режим расписания. Кнопкой выбора режима работы переключаемся на ручной. Отобразится иконка с рукой. А стрелочками выставляем нужную нам температуру. Максимально 35 градусов, минимально 5 градусов по Цельсию. Вот после этого термостат будет постоянно поддерживать заданную температуру в помещении, где он установлен. Сработало реле. Как видите, в комнате сейчас меньше, поэтому термостат дает команду на включение отопления. Когда температура достигнута установлена, отопление выключится. Но мы же берем его не с целью греть бездумно, а экономить на отопление. Поэтому в термостате доступно 4 готовых периода, которые распределены по будням отдельно для субботы и отдельно для воскресенья. По умолчанию в будни к 6 утра установить температуру в 20 градусов, к 11.30, когда человек уйдет на работу, подогреть дом к 21.00, в 13.30 человек вернется на обед, третий период поднятия температуры до 22.00 и в момент возврата человека домой к 17.30 доме должно быть 23 градуса. То же самое 4 периода для субботы и воскресенья. Изменить все это очень просто. Убираем кнопку режимов автоматический режим. Появляется иконка с часами под домиком. Жмем на кнопку с часами до тех пор, пока нет на дисплее, не отобразится первый период и 5 дней недели. Стрелочками устанавливаем время начала периода. И далее опять жмем на часы, пока значение температуры не начнет мигать. И устанавливаем температуру в этот период. По сути это очень удобно. Приду к простой примеру работы. Первый период ставим на 6 утра. И температуру 24 градуса. По Цельсию. Как раз проснемся и все будет тепло. В 8.00 выходим на работу. Соответственно устанавливаем на это время второй период. Температуру в основном 20 градусов. Нет смысла греть дом, когда никого нет. Третий период работы это возвращение домой. Устанавливаем время 18.00 и температуру 24 градуса. И последний, четвертый период это период сна. С 23.00 и температура 21 градус. Но все намного проще настроить и контролировать со смартфона. Так как у меня версия ZigBee протокол, мне понадобится загибли шлюз этой экосистемы. Если же вы выберете Wi-Fi версию, ничего кроме Wi-Fi роутеров и подключения к сети интернет вам не понадобится. Переводим термостат в режим сопряжения. Для этого выключаем термостат кнопкой выключения. И около 10 секунд удерживаем кнопку стрелки вниз, пока экран не начнет моргать. Тут же отобразится иконка соединения. После этого в программе Smart Life или Tuya Smart добавляем наше устройство, выбирая любое устройство ZigBee или Wi-Fi в зависимости от выбора вашего протокола. У меня это ZigBee. Я убираю розетку. Убираем шлюз. При необходимости переименовываем наш девайс. В основном в меню приложения никаких параметров управления или информации о температуре термостата нет. Перейдя внутрь плагина, мы видим текущую температуру и ползунок регулировки температуры для ручного режима управления. Диапазон основной температуры от 1 до 45 градусов по Цельсию. Новые данные на термостат передаются практически мгновенно. В нижней части кнопка включения-выключения термостата. Кнопка выбора ручного или автоматического режима работы. Hold поддерживает заодно на температуру программы режим расписания работы. Далее следует кнопка установки недельного программатора работы. Как я говорил, выше 4 периода, в будние 4 периода, в субботу и 4 периода в воскресенье. Данные на термостат передаются сразу же. Допустим, я выставлю первый период и поставлю на 3 утра. Вот, как видите, на термостат выставился первый период. А теперь на 4 утра переведу второй период и температуру сделаю плюс 30. Как видите, сейчас на термостате уже более 4 часов утра и остановился второй период. Через несколько секунд включился обогрев. Теперь термостат работает с периодом полностью автономно. Даже при отсутствии интерсоединения он их будет брать из своей памяти. Перейдем в настройки термостата. И мы видим небольшое меню, с которым можно одним кликом заблокировать устройство. Так называемый детский режим сенсорной кнопки. При этом на термостате и даже кнопка включения-выключения становятся неактивные. В настройке температуре коррекшн мы можем откорректировать внешний датчик температуры термостата согласно эталонному значению температуры от минус 9 до плюс 9 градусов по Цельсию. Как видим, была одна температура, а стала уже другая. В меню Height Limit Temperature Sealing мы можем изменить верхнюю планку температуры с 45 градусов до 70 градусов по Цельсию. И если вернемся в главное меню, то здесь увидим, что виртуальным регулятором мы можем выбрать температуру до 70 градусов. В меню Dead Zone Temp установка гистерезиса от 1 до 5 градусов. И скажу, что для теплого пола это значение вполне нормально. По сути, если на термостате установлена температура 22 градуса и гистерезис 1 градус, то это означает, что термостат включит теплый пол в момент, когда температура станет 22-21 градус по Цельсию и отключить при достижении температуры уровня выше 22 градусов по Цельсию, но ближе к отметке в 23 градуса. В меню Sensor Selection мы можем выбрать, на какую температуру ориентироваться при работе нашего термостата, а именно внешнего датчика температуры теплого пола, встроенного в термостат датчика температуры по сути комнаты или всех мест. При выборе датчика температуры теплого пола на дисплее появится соответствующая иконка и показатели температуры будут отображаться с внешнего датчика. Кроме этого, отображение температуры термостат будет также работать на нагрев, опираясь на показания того внешнего или внутреннего датчика температуры. Если выбирать значение O, то работать термостат будет со внутренним датчиком температуры, по сути температуры комнаты, где он установлен, а внешний выносной датчик будет исполнять роль предохранителя, не позволяющий перегреть теплый пол. Я его поместил в холодную воду для разницы в показаниях. Автоматизация устройства. При желании мы можем заставить работать наш термостат не только по своим датчикам температур, а по тем, которые мы сами выберем. Или банально сделаем автоматизацию для ночного тарифа, когда в 23.00 нам надо начать обогрев, а в 7.00 его закончить. Для этого из главного меню перейдем в режим создания автоматизации и создадим сценарий работы. В условиях выберем таймер и установим его время на 23.00 и в поле повторить укажем все дни недели. Жмем далее и выбираем запустить наше устройство. Выбираем термостат и попадаем в расширенное меню автоматизации. Тут мы можем банально включать или выключать термостат. Переключаться между режимами ручной и программируемой. Установить температуру от 0 до 45 градусов. Установить температурный лимит. Но это бесполезная автоматизация в плане автоматизации. То есть установка большего лимита чем 45 градусов. Причем она повторяется дважды как градусов по Цельсию, так и 2 градусов по Фаленгейту. Также дубль настройки гистерезиса. Причем в первом варианте от 0 до 5, а во втором от 1 до 5 градусов по Цельсию. Тоже не очень нужная штука в автоматизации. А именно коррекция температуры от минус 9 до плюс 9 градусов по Цельсию. Также возможность выбора для автоматизации различных сенсоров или защиту от детей. Я выбираю в 23.00 включиться, а в 7.00 выключиться. И тут просто выключится наш термостат, а не теплый пол как нагрузка, несмотря на настройки ручные или через положение. Но еще надо выбрать температуру, при которой это будет работать. Добавляем условия, если, при изменении статуса устройства, где выбираем наш термостат. И в нем текущую температуру менее 21 градуса. Включаем выполнение всех условий. И в меню тогда добавляем условия, запустить устройство. Где выбираем наш термостат. И в меню Сет температур. Выставляем, допустим, 25 градусов. Следующая автоматизация будет простая. В 7.00 выключить наш термостат. Я думаю, тут уже каждый без проблем все это сделает. Для добавления термостата я буду пользоваться интеграцией Local Tuya, когда все данные с устройств передаются с серверов Tuya. Переходим в настройки, интеграции. Перезапускаем интеграцию Local Tuya для поиска новых устройств. После этого клацаем на устройство и у нас уже появится наш умный термостат, ванная 2 термостат, как я обозвал при добавлении в умный дом. Передя внутрь устройства мы можем его или переименовать, или создать автоматизацию и сцену, или задать скрипт выполнения. Добавим его на нашу панель LVCase. Подтверждаем шаблон графического вывода. Теперь передя на главный экран у нас появился новый объект, термостат ванная 2. Мы можем видеть текущую температуру в центре кружка, под ним заданная температура работы термостата в этот период, потянув заползунок мы можем увеличить или уменьшать температуру. По сути это ручной режим поддержания постоянной температуры. Тут же мы можем создать карточку истории температуры, где будет график текущей и заданной температуры термостата. С монтажом проблем нет. Или демонтируем старый термостат, а взамен его устанавливаем новый, или проводим 220 вольт, монтируем датчик температуры, подготовленное место теплого пола и подключаем все контакты. При подключении важно не перепутать фазу и ноль. Перед монтажом обязательно обесточьте точку подключения. К покупке термостат Moist для теплых полов я могу рекомендовать. За относительно небольшую стоимость мы получаем практически автономное устройство для поддержания тепла в доме. Я посмотрел на цену снятого терморегулятора Devi, который стоял у меня ранее. И за эту цену можно купить 3 умных терморегулятора для теплого пола. Большим плюсом его является автономность. Настроив один раз нужный нам режим автоматической работы, про него можно забыть на практически весь отопительный период. Но как дополнительный плюс терморегулятор у нас еще является одним из умных датчиков температуры, что позволяет его использовать уже в других автоматизациях умного дома. Ну и также как это у нас Zigbee версия, то терморегулятор у нас выступает в роли Zigbee роутера для других устройств, расширяя нашу Zigbee сеточку. Что ж, ребята, я думаю видео вам было полезным и интересным. Поэтому прошу ставить лайк, подписываться на канал. Также не забывайте про социальные сети и телеграм-канал, где вы найдете не только общение и ответы на вопросы, а также акции, купоны, различные новинки, ну и все для экономных покупок. Все ссылки находятся в описании под видео. Вам всего хорошего, вы были на канале Китай в умном доме с Евгением Лыбопсом. Всего хорошего, пока-пока.